Этот мужчина участник Ижевской преступной группы, которая гастролировала в Перми. Троица работала частным извозом, подбирая посетителей у питейных заведений. По пути водитель предлагал подсевшему пассажиру отведать содержимое импровизированного бара, прохладительный напиток или спиртное. Бутылки предварительно подмешивали психотропные вещества. Глотнув такой убойный коктейль, жертвы засыпали или теряли сознание. После этого их обдирали как липку. Кто-то из потерпевших засыпал прямо в автомобиле. Одна женщина все-таки добралась до дома и поднялась в подъезд. Но преступники, все-таки осуществляя задуманное, проследили за ней, зашли за ней в подъезд, где она уже на площадке потеряла сознание, и вот уже там они совершили в отношении нее кражу. Преступники подкарауливали своих жертв возле ночных увеселительных заведений. Предпочтение отдавали самым респектабельным с виду гражданам. Среди похищенного песцовые и норковые шубы, ювелирные украшения с бриллиантами, дорогостоящие мобильные телефоны и денежные средства в размере 400 тысяч рублей. Самый большой ущерб понес вот этот мужчина. Он попросил таксиста заехать в магазин за продуктами, а когда стал рассчитываться за покупки банковской картой, водитель украдкой подсмотрел пин-код. В результате потерпевший не только лишился крупной денежной суммы, но и едва не отправился на тот свет. Они же там подмешивали. У меня в частности синазепам был и там два каких-то. Я же лежал в токсикологии, у меня есть исключение, что у меня медикаментозное отравление. Двух других участников преступной группы уже осудили. А в отношении этого человека следователи вели отдельное производство. Подсудимый признал вину и раскаялся. К тому же у него на иждивении трое малолетних детей. Ранее он не имел проблем с уголовным кодексом, поэтому суд вынес относительно мягкий вердикт. По совокупности преступления, причем частичного сложения наказания, назначен Башу Ольфа Толесуровичу окончательное наказание в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей с отбыванием из правильной колонии общего режима. Кроме того, осужденные обязаны возместить потерпевшим материальный ущерб. Суд наложил арест на изъятые у таксиста золотые украшения и автомобиль КИА. Если родственники не помогут расплатиться с потерпевшими, имущество уйдет с молотка. Елена Еговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.